Но совсем скоро на море ожидается аншлаг. В Одессе началась подготовка к массовым крещенским купаниям. 19 января обряд омовения по всем канонам организуют на 16-й станции Большого фонтана в Лузановке, на причале Морвокзала и на Лонжероне. Тему продолжит Юлия Федорова. Одесские спасатели уже готовят центральные пляжи к проведению безопасных крещенских купаний. Водолазы вдоль и поперек проверили дно пляжей Лузановка и Лонжерон. Никаких предметов, угрожающих безопасности, не нашли. Нырять в крещенскую воду можно со спокойной душой. По прогнозам синоптиков, температура воздуха на крещение достигнет 8 градусов ниже нуля. На всех пляжах будут дежурить спасатели-медики. А в специально оборудованных палатках можно будет переодеться и выпить горячий чай. Говорят, в этот день заболеть нельзя и не важно, какая на улице погода. Да главное – правильно подойти к обряду. Роман Григоришин окунается в ледяное море уже пятый год подряд. Советуют заходить в воду без страха и с верой. Я могу порекомендовать каждому и всем попробовать это сделать в этот день. Даже не в зависимости от любого погоды, которая у нас не достигла в этот день. Почему? Потому что вроде бы такое впечатление, что холодно и так далее. Но это неимоверные ощущения, какой-то свежесть, какое-то уновление. Организаторы массовых купаний призывают не забывать об истинном смысле окунания в крещенскую воду. И уверяют, в этот день происходит очищение и духа, и тела. Большое количество людей еще никогда в жизни даже не пробовали окупаться на крещение. Это очень интересно и это очень полезно. Хочу сказать, что я сам первый раз окунулся на крещение пять лет назад. И для меня это было начало новых началов. Организованные купания пройдут на четырех пляжах с 10 утра до 4 часов дня. Они обещают быть интересными с музыкой, угощениями и праздничной программой. С собой берите полотенце, теплый халат или одеяло, удобную нескользящую обувь и шерстяные носки. Находиться в воде рекомендуется не дольше одной-двух минут. Юлия Федорова, Валентин Мирза, 7 канал.